Приветствую тебя на моем канале! Сегодня мы поговорим о файловых системах. Почему? Для чего? Зачем? А хуй его знает. Как понять, какая файловая система выбрана на том или ином разделе жесткого диска? Чтобы узнать, какая файловая система в настоящий момент используется на компьютере, просто щелкните правой кнопкой на диске в проводнике и выберите свойства. Если вы приобретаете флешку или карту памяти, то по умолчанию на ней установлена файловая система, которая имеет название FAT32. Максимально возможное число кластеров FAT32 составляет 268 435 445. Это позволяет использовать в тома логические диски объемом до 8 ТБ. Если используется кластер размером в 32 768 Байт, максимальный размер тома будет заставлять чуть менее 1024 ТБ. Максимально возможный размер файла для тома FAT32 4 ГБ. Наиболее существенным недостатком данной файловой системы является полное отсутствие средств разграничения доступа, а также возможность потери информации о размещении всех файлов после разрушения довольно компактной таблицы FAT и ее копии. При использовании FAT на дисках сервера невозможно обеспечить надежное и гибкое разграничение доступа пользователей к каталогам. Именно поэтому, а также в силу своей низкой устойчивости к сбоям, FAT обычно не используется на серверах. Наличие компактных таблиц и размещение файлов в FAT делает эту файловую систему уязвимой мишенью для компьютерных вирусов. Достаточно уничтожить начальный фрагмент диска FAT, и почти все данные будут потеряны. НТФС заменила использовавшуюся в MS-DOS и Microsoft Windows файловую систему FAT. НТФС поддерживает систему метаданных, использует специализированные структуры данных для хранения информации о файлах для улучшения производительности, надежности и эффективности использования дискового пространства. НТФС хранит информацию о файлах о главной файловой таблице Master File Table. НТФС имеет встроенные возможности разграничивать доступ к данным для различных пользователей и групп пользователей. В списке контроля доступа Access Control List, а также назначать квоты, ограничения на максимальный объем дискового пространства, занимаемые теми или иными пользователями. НТФС использует систему журналирования USM для повышения надежности файловой системы. НТФС имеет полезную опцию – сжатие файлов. При этом ее можно применять к отдельным файлам, что совершенно не влияет на качество данных или на работу с ними. Многие специалисты, рассуждая на тему того, какая файловая система лучше по части безопасности, называют именно НТФС, поскольку эта система содержит в себе множество средств, направленных на разграничение прав объектов. Для установки операционной системы Windows на разделе жесткого диска должна быть установлена файловая система НТФС. Доисторичные диски лучше форматировать данные файловой системы для нормальной работы всех приложений. Но данная файловая система не совместима с другими операционными системами. Она будет работать со всеми современными версиями Windows, но операционная система Mac OS X может только читать диски в данной файловой системе. Он не может писать на них. Также операционная система Linux только читает разделы НТФС, хотя некоторые дистрибуты его включили поддержкой записи. Большинство игровых консолей не поддерживают НТФС. К примеру, Sony PlayStation не поддерживает данную файловую систему, да Xbox 360 не поддерживает ее. НТФС поддерживает дисковые массивы RAID. Информацию о дисковых массивах можно найти на моем канале в ролике восстановления данных. Несмотря на обилие возможностей, файловой системе НТФС также присущи некоторые ограничения. Впрочем, в большинстве случаев они не играют существенной роли. Максимальный размер логического диска НТФС составляет примерно 18446744 ТБ, что очевидно достаточно для всех современных приложений, а также приложений, которые появятся в ближайшем будущем. Количество файлов, хранящихся в одном каталоге НТФС, ничем не ограничено, так что здесь тоже есть преимущество перед FAT. На практике рекомендуется создавать тома, размер которых не превышает 2 ТБ. Теоретически размер файла может составлять 16 Экзабайт. Итак, что же выбрать, FAT32 или НТФС? Исходить из ваших подребностей. На флешке лучше использовать файловую систему FAT32, если не планируете записывать на нее файлы очень большого размера. Для из соображения совместимости выбрать стоит именно FAT32. Для компьютеров с современными операционными системами Windows предпочтительно использовать файловую систему НТФС, так как она является более надежной и гибкой файловой системой. Обладает несущественным количеством ограничений для современного пользователя. Хм, интересно, если я, как и все остальные блогеры, буду врать всем, как я их люблю и какие они классные, люди будут охотнее подписываться на мой канал. Твою же мать, опять микрофон выключить забыл. Сверозник, чертов. Эта шутка такая была, веселая, смешная, наверное. Так что ставь лайк, подписывайся на канал, делитесь этим видео в социальных сетях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok